С этого года вступил в силу новый порядок диспансеризации взрослого населения. Так, из первого этапа, на котором выявляются риски заболеваний, части обследований исключены, другие, напротив, будут проводиться чаще. Подробности в сюжете Инны Юшиной. Диспансеризация в Муравленко проводится уже пятый год. Комплексное обследование позволяет на ранней стадии выявить заболевание. С 2018-го порядок медосмотра немного изменился. Изменения практически во всех методах обследования. Больше всего это касается лабораторной диагностики. Теперь у нас из лабораторной диагностики осталось только обследование крови на холестерин и сахар. Из инструментальной диагностики там претерпели изменения электрокардиографии, изменился возраст прохождения. Измерять внутриглазное давление теперь будут только с 60 лет. А вот маммографию после 39 лет рекомендуют делать раз в два года. Сейчас главной целью диспансеризации станет выявление онкологических заболеваний на ранней стадии. В 2018-м это добровольное обследование могут пройти 3090 горожан. А чтобы пациенты не забыли, на диспансеризацию будут приглашать адрес на представители страховых компаний. Каждым годом активнее, можно даже сказать. Особенно если это идет совместно со страховыми компаниями, когда идет смс-оповещение, когда идет оповещение в СМИ, то пациенты приходят. К собственному здоровью жители города с каждым годом относятся все серьезнее, говорят врачи. Очевидно, государственная поддержка, дающая возможность совершенно бесплатно пройти медосмотр и проверить свое здоровье, дает свои результаты. Конечно, важно знать свое здоровье. Знаешь о состоянии своего здоровья. И если какие-то отклонения есть, то можно всегда направить на лечение. Конечно, важно. Это наше здоровье. Поэтому нужно заботиться об этом. Спасибо за диспансеризацию бесплатную. В прошлом году в ходе диспансеризации обследования прошли 3716 человек. На второй этап, иначе говоря, на допосмотр, были направлены почти половина пациентов. Нередко у горожан таким образом выявляются заболевания, о которых они даже не подозревали. Два случая онкологических заболеваний, подтвержденных и уже пролеченных, обследованных в специализированных учреждениях лечебных за пределами округа. Было выявлено 7 случаев сахарного диабета впервые и 25 случаев артериальной гипертонии. Все эти люди взялись под диспансерное наблюдение. Благодаря диспансеризации медработникам удается выявлять заболевания на ранних стадиях их развития. И это возможность своевременно начать лечение пациента и залог выздоровления. Инна Юшина, Владислав Дроботов, Новости Муравлинка.